Перед отправкой депутатов в отпуск председатель Мажелиса подвел итоги работы Нижней Палаты Парламента. На последнем заседании он рассказал о таких событиях, как 30-летие независимости, референдум и пандемия, привел статистику принятых законов. А говоря о январских событиях, во время которых погибло по меньшей мере 238 человек, не стал вдаваться в подробности. Зато отметил, что гордится коллегами и не забыл похвалить президента. Последнее заседание сессии длилось недолго. Спикер Сената не сказал ни слова. После исполнения гимна депутаты поспешили к выходу. Жительница Шимкента, потерявшая сына во время январских беспорядков, считает, что в парламенте недостаточно обсуждали эти события. Мать, которая до сих пор не может узнать, как погиб ее сын на площади Валматы, говорит, что их никто не слышит. У вдовы Жумарта Кошманова, убитого выстрелом в грудь в Казаларде, также много вопросов по поводу смерти мужа. По словам женщины, парламент не захотел самостоятельно расследовать январские события. Несмотря на то, что с момента бойни прошло почти полгода, парламентские слушания в связи с январскими событиями проводились лишь один раз в марте. Несколько депутатов побывали в тюрьмах и следственных изоляторах. Они уверены, что события расследуются компетентными органами и препятствий быть не должно. Субтитры создавал DimaTorzok Когда именно будут подниматься эти вопросы в стенах парламента, неизвестно. Депутаты вернутся к работе через два месяца. В МВД ранее сообщали, что президент поручил завершить расследование до сентября. То есть остались те самые два месяца.